Монако Вместе с отцом в 90-х он создал компанию альтернативного медлечения, торговал ценными бумагами, владел компанией Уралкалия, с которой сколотил свое состояние. С 2010 года купил 9% акций Банка Кипра. Совершает крупные инвестиции в эту страну. Дмитрий Рыболовлев имеет двойное гражданство России и Кипра. С 2010 года живет в Монако, имеет двух дочерей. Под именем одной из них Екатерины купил ФК Монако. Позже президентом был назначен сам глава семейства. Оставшиеся 33% акций клуба принадлежит правящей семье княжества Монако, семье Гримальди. После того, как Владимир Антонов в 2011 году покинул пост президента Порсмута, Алишер Усманов продал свою долю в арсенале, а Роман Абрамович получил израильское гражданство, Максим Демин остается единственным россиянином владельцем английской футбольной команды Бормут. При нем вишенки добились выхода в премьер-лигу в 2015 году. С 2011 года Демин стал совладельцем клуба 50%. Через два года бизнесмен удвоил количество своих акций, что позволило ему самостоятельно управлять командой. Еще через два года он продал четверть клуба, и на данный момент ему принадлежит 75%. Кроме Демина в совет директоров хоть еще три россиянина. 51-летний Демин владеет недвижимостью недалеко от города Бормут, что на берегу Ломанша в графстве Дорсет. Сообщается также, что свое состояние он сколотил в нефтехимической промышленности. В 2000-х годах перебрался в Лондон, где торговал нефтью, а вот с Юрдинген 05 мало кто знаком. Футбольный клуб выступает в третьей по силе Лиги немецкого футбола. Команда вошла в наш вчерашний обзор самой титулованной клубой Германии. Известно, что при корпорации Bayer команда носила название Bayer-Jürdingen. Клуб впервые попал в Бундеслигу в 1975 году. А в 2009 году Bayer отказался финансировать команду. Наступили сложные времена. Клуб дошел до того, что на ebay выставлял возможность любому стать тренером клуба на один день за определенную плату. Президентом команды сейчас является Михаил Пономарев. Как известно, в Германии действует система 50 плюс 1. При поддержке российского бизнесмена клуб получил путевку в третью дивизион немецкого футбола. Пономарев вернул команде профессиональный статус. Реконструирует их стадион. Акционер спонсировал ранее. ФК Торпеда Москва. Хоккейный клуб Металлург Магнитогорск. ФК Фортуна Дюссельдорф. ФК Бормут. Добавим, что в Юрдинген 05 начинал профессиональную карьеру Оливер Бирхов. Играл Брайан Лаудруб, Феликс Магат. Следующий клуб вас должен удивить. ФК Сидней из одноименного города в Австралии. С 2009 года владельцем команды является Давид Трактовенко. Трактовенко, которому сейчас 64 года, был коммерческим директором Промстройбанка. А потом вошел в состав правления. Затем сменил еще ряд банков. С 1998 года возглавил банк Санкт-Петербург. Был председателем совета директоров ФК Зенит. За годы правления бизнесмена из России Сидней впервые выиграл чемпионат Австралии. Затем еще дважды поднимался на Олимп. В активе клуба значится победа в Кубке Австралии 2017 года. За команду Сидней выступали Александро Дель Пьера, Дуайт Йорк. Еще один владелец, который имеет двойное гражданство – Иван Савиди. С 2012 года российско-греческий бизнесмен купил паок, за который болеют бывшие беженцы из СССР. Выплатил все долгие команды. Под началом Савиди клуб из города Салоники выиграл чемпионат Греции. Трижды становилась обладателем Кубка этой страны. Сейчас команда демонстрирует стабильность в финансовом и игровом плане. Своё состояние сколотил в табачной промышленности. Вместе с женой до 2018 года являлся главным акционером Донской табак. Три года был президентом ФК Ростов. В Греции он обосновался давно, где успел сделать несколько крупных покупок. Сейчас в меня полетит город ко мне, если я назову Абрамовича русским. Но о первопроходце из России стоит рассказать. С 2003 года проект Челси принадлежит израильско-российскому бизнесмену. Бывший губернатор Чукотки. Занимался перепродажей товаров народного потребления. Специализировался на продаже нефти и нефтепродуктов. Абрамович входит в число тех миллиардеров, которые положительно влияют на развитие клубов. При его руководстве командов достоилось пяти побед в чемпионатах Англии. Пять раз побеждала в Кубке страны. Трижды в Кубке Лиги. Два раза Челси при Абрамовиче брал Суперкубок Англии. На международной арене команде покорилась Лига Чемпионов и дважды Лига Европы. Смотрите фильм «Кто владеет английскими футбольными командами». Услышимся на спортивном. Не забывайте про лайки. Субтитры делал DimaTorzok